Программа съезда началась с посещения его участниками и гостями из других регионов педагогического технопарка «Кванториум» имени народного учителя СССР Петра Петровича Головина, который недавно открылся в университете. Можно сказать, что «Кванториум» вместе с Центром непрерывного повышения педагогического мастерства представляет собой настоящий дом учителя, где в самых современных условиях сегодня занимаются как опытные педагоги-наставники, так и их подопечные, молодые учителя, студенты, а также проводятся региональные мероприятия. Этот центр предполагает собой с первого дня, как наш выпускник приходит в школу, его сопровождение. Ведь достаточно много трудностей встречается на его пути и в зависимости от того, в какую школу он пришел, это городская школа или сельская школа, в зависимости от руководства, в зависимости от родителей, много-много-много причин. На все эти вопросы помогают отвечать опытные преподаватели, в том числе Ульяновского педагогического университета. Для других регионов такая система – образец для подражания. Традиции образования и наставничества, которые укрепились в регионе, стараются поддержать и наши соседи. Уже намечены совместные проекты. Мы вместе с Ульяновским участвуем в проекте, где сейчас идет стадия анализа внутреннего состояния рынка, именно образовательных учреждений. Соответственно, мы смотрим то, что близко для каждой школы в плане понимания реверсивного наставничества, что они ждут от этого направления. И, соответственно, после проведенного исследования мы будем разрабатывать уже непосредственно не только рекомендации, но и инструменты, которые будем транслировать потом в образовательные учреждения. Коллеги отметили преимущество направления наставничества в Ульяновской области. Это региональная поддержка педагогов-наставников, создание комфортных условий для работы, дополнительные выплаты. В сумме все это дает отличный стимул стать педагогом-наставником. В настоящее время в области 52 педагога-наставника, у которых статус официально закреплен законом, они имеют возможность получения дополнительных выплат и очень активно работают в системе выстраивания взаимодействия с молодежью. Итогом работы в сфере наставничества посвятили пленарное заседание съезда, на котором выступили представители регионального министерства просвещения и образования, института развития образования, педагогического университета, наиболее опытные педагоги-наставники. Затем развернулось обсуждение проблемных вопросов наставничества на дискуссионных площадках, участники которого сошлись в едином мнении. Наставничество в системе образования сегодня заслуживает самого пристального внимания, потому что в нем отражена жизненная необходимость молодого специалиста получить поддержку профессионала, что будет способствовать его закреплению на рабочем месте. Я хочу сказать, что у нас действительно это уникальная система, потому что мы-то начинаем ее с дошколки. То есть у нас уже в дошкольных организациях система наставничества создана, и среди победителей конкурсного отбора у нас много дошкольных работников. Программа съезда продолжилась в главном корпусе вуза, где участники побывали на площадках форума студенческих практик, а учителя-наставники дали мастер-классы для студентов и молодых учителей. О системе наставничества в Ульяновской области известно уже давно на всероссийском уровне. Мы о нем слышали и на всероссийской конференции, и наблюдаем за вашей деятельностью на вашем сайте, следим за вашими новостями, и действительно мы видим, что это очень интересный опыт, которым мы тоже хотели бы, во-первых, узнать и частично взять себе то, что нам подойдет, потому что у вас действительно очень специфическая работа и очень успешная. Как известно, 2023 год объявлен президентом России годом педагога и наставника. Ульяновская область готова встретить этот год дальнейшим развитием системы школьного наставничества и новыми яркими событиями. Александра Никитина, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.